Издательство Эксмо. Анна Велихова. Велесова книга «Сердце славян». Чем жили, кому молились, с кем сражались наши предки. Введение. Является ли история наукой? Безусловно, да, ответят профессиональные историки. Нет, припечатают многие представители точных наук. Эксперимент провести невозможно. Никакой особой системы знаков и правил нет. Да и вообще историю, как известно, пишут победители. Ну и так далее. Конечно, с такой позицией можно и нужно спорить. В основном ее занимают те, кто не подозревает о наличии обширной методологии истории и целого корпуса так называемых вспомогательных исторических дисциплин. Одной из функций которых как раз и является помощь в восстановлении максимально достоверной картины. Да и многие общенаучные методы – анализ, синтез, сравнение и другие – применительно к истории работают вполне успешно. Да, несомненно, у истории, как науки, есть свои особенности. Если в области алгебры, геометрии, физики или химии мы можем опереться на формулы и аксиомы, в истории для более или менее однозначного ответа на вопрос приходится предпринимать значительно больше усилий, сравнивая, изучая, анализируя. Ведь исторический источник, то, на чем базируется историческое исследование, может быть пристрастен, неоднозначно истолкован, в конце концов просто не полностью сохранен. Поэтому для всестороннего изучения того или иного вопроса подобных источников нужно привлекать как минимум несколько. И там, где дело не касается очевидных и давно установленных фактов, подчас остается пространство для новой гипотез. Более того, подобные ситуации в истории иногда возникают даже в том случае, когда, казалось бы, вопрос давно изучен, и сомнительных моментов больше нет. Ибо остается искушение объявить официальные научные данные, например, незаслуживающими доверия, и выдвинуть новую революционную теорию. Время от времени в научном, и не только, сообществе, всплывают артефакты и документы, появление которых провоцирует острую дискуссию. Кто-то предлагает на их основании едва ли не отменить всю существующую историческую науку. Кто-то, напротив, ищет аргументы в пользу фальсифицированности новоявленного источника. Исторический источник в классическом понимании – это любой документ или предмет, непосредственно отразивший исторический процесс и способствующий созданию представления о той или иной эпохе. От правительственных распоряжений до частных писем. От видеозаписей митингов до древних керамических черепков. Классический пример такого камня преткновения – загадочная Велесова книга. Широкую известность в узких кругах она получила лишь во второй половине 20-го столетия. Сначала в США, причем в основном в среде русских эмигрантов, которыми, собственно, и являлись открыватели этого документа. Затем в СССР, где публикация выдержек из книги не произвела особого ажиотажа. Печатались они в журналах наподобие «Вопросы языкознания» и обсуждались на немногочисленных научных конференциях. Поэтому в условиях отсутствия интернета Велесова книга сенсацией не стала. Кстати, одна из причин заключалась именно в том, что загадочный документ обнародовали белые эмигранты и привлекать к нему лишнее внимание не стали. Популярность эти тексты приобрели в СССР лишь во время перестройки, на волне вскрытия архивов и пересмотра устоев. Полностью Велесову книгу опубликовали у нас в 1990 году. И прочитавшие вскоре разделились на два лагеря. В первый входит большинство профессиональных академических историков и филологов, однозначно признающих книгу фальшивкой, созданной, скорее всего, именно теми, кто впервые явил ее миру. Второй гораздо более разношерстный. Но в любом случае у Велесовой книги есть несомненное достоинство. Во-первых, она пробудила интерес к родной истории у тысяч людей. А во-вторых, вызвала научную дискуссию, которая, как известно, приближает к истине. Объекты, подобные Велесовой книге, заставляя искать, сравнивать и рассуждать, играют в этом свою положительную роль. Независимо от того, признаем мы их фальсификацией или достойным доверия материалам. Давайте же обратимся непосредственно к этому загадочному источнику, а попутно познакомимся с некоторыми особенностями, достижениями и казусами исторической науки. В конце этого издания вы найдете приложение в виде, собственно, текста Велесовой книги в актуальном переводе, который мы несколько адаптировали к восприятию современного читателя, и сможете составить о ней свое мнение. Рекомендуем все же начать с теории и истории Велесовой книги, а уже потом переходить к изучению ее текста. Учтите, что написание некоторых слов в нашем переводе может немного отличаться от тех образцов, которые процитированы в первой, исторической части. Но это вполне нормальное явление.